Минобороны России фиксируют повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Прежде всего, возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации. За последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных и ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета НАТО. Полеты разведчиков У-2С, РС-135 и двух базовых патрульных самолета П-8А «Посейдон» выполнялись в воздушном пространстве над северо-западной и центральной частями Черного моря. В период с 12 до 15 часов самолет-разведчик РС-135 ФВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе РФ в районе юго-западной части Крымского полуострова. В целях контроля за его действием был осуществлен подъем истребителя Су-30 ВКС России из состава дежурных сил. На удалении около 30 км от государственной границы РФ к самолету-разведчику подлетел российский истребитель Су-30, после чего британский самолет изменил курс в направлении от границы России. В настоящее время эсминец «Портер» и штабной корабль «Маунт-Витни» продолжают движение в западную часть Черноморской акватории. Контроль за действиями американских кораблей ведет крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота. Министерство обороны России расценивает военную активность США и их союзников в Черноморском регионе, как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украины силового решения конфликта на Юго-Востоке. Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ – это абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.